Дорогие друзья, добрый день. В эфире интернет-портал радио центра Сангейтс. Микрофон руководитель центра Михаил Мелехов. И сегодня у нас воскресенье. Время и день необычные для наших программ. Почему? Потому что... Ну, почему воскресенье? Во-первых, это первый день недели по восточному календарю. Во-вторых, это последний день перед началом рабочей недели в западной мере, будем так говорить. А время... У нас вчера перевели часы. Теперь мы уже находимся на расстоянии 8 часов по московскому времени вместо 9. И, по сути дела, еще только 7 утра. И это время необычное для наших программ, потому что, как бы, на территории на нашем континенте еще многие спят. Это в 7 утра вчера еще было в Чикаго, в 5 утра в районе Калифорнии. И только на 1 час больше это на восточном побережье, где находится город Нью-Йорк. О чем мы сегодня будем говорить с нашим гостем? Ну, во-первых, у нас гость достаточно известный человек, очень интересный человек. Сейчас, буквально через минуту, я его озвучу. Имя этого гостя в эфире, который будет... Ну, а мы сегодня будем говорить вот о чем. Тема очень такая sensitive или очень такая неоднозначная, что ли. Это религия. Религия и астрология. Я сказал о том, что мы будем говорить о религии, то, во-первых, мне хотелось бы от своего личного имени, от имени наших радиослушателей попросить у всех прощения. Почему прощение сегодня? Прощенное воскресенье с праздником, дорогие друзья. И это последнее воскресенье перед Великим Постом. Или седьмое воскресенье перед Пасхой. И в этот день, в принципе, на церквях, в церквях на литургии читается Евангелие. С частью из Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним. Дорогие друзья, вы для нас очень и очень близки. Вы наши ближние. Хотя я бы сказал, что и дальним тоже как бы надо просить прощения перед дальними. Вот. Ну, а теперь давайте к нашему гостю, так сказать, к теме. Это совершенно замечательная женщина, которую зовут Василина Мицкевич. Астролог, преподаватель своей собственной школы и руководитель, и автор проекта «Основание». Василина, здравствуйте. Здравствуйте. И я тоже хочу попросить прощения у всех радиослушателей, у всех, кто меня знает, и кто смотрит первый раз, вернее, слушает первый раз. Простите меня. Вольно или невольно я, может быть, обидела кого-то. Прошу прощения. Да, значит, вот со своей стороны, Василина, я вас простил, причем давно простил, и заранее, вот, индульгенцию, так сказать, даю. Вот на этой высокой ноте я бы сказал, давайте перейдем к нашей теме. Вообще, я хочу буквально еще одну ремарочку сделать. Я уже заранее попросил прощения перед радиослушателями. Дело в том, что когда-то еще до исторических мамонтов жило на земле общество, которое называлось ведическим. И вот это ведическое общество знало о том, что такое понятие, как религия, не то, что существует, оно просто обязательно. И религия, и наука, они шли рука об руку. Не было никакого разделения. То есть, как бы, вообще не стояло вопроса, верим мы в Бога или не верим. Такого понятия не было, потому что те люди, они понимали о том, что мы все-таки не вот эти вот тела, которые мы видим в зеркале, а все-таки мы созданы по обе подобию, как говорится, и это самое главное. Ну, наступил момент, когда мы вошли в Калию-югу, это по ведическим, так сказать, системе. И религия начала отделяться от науки. Почему науки? Мы в данном случае говорим об астрологии, которой и есть наука. То есть, первым делом взяли, придали анафеме астрологию. Она была, так сказать, запрещена. Ну, не буду сейчас даваться, когда? В 500-м, где-то примерно году после нашей эры. К сожалению, мы все, прожившие, жившие в Советском Союзе, знаем, к чему это все привело, атеисты и так далее. И вот эта тема достаточно такая, еще раз повторю, неоднородная и, может быть, даже какая-то опасная. Василина, давайте мы вот на эту тему с вами поговорим, а потом уже мы перейдем к каким-то общепонятным всем событиям, каким-то экономическим и так далее, политическим. Вам слово. Хорошо. Ну, я человек, можно сказать, верующий, только когда меня спрашивают, верю ли я в Бога, я отвечаю, я не верю. Я знаю, что Бог существует. А, между тем, астрология, это одна из главных таких наук, которая доказывает существование высшего разума. В общем-то, это можно сделать в два счета, доказать, что мы все подчиняемся высшему разуму и привести астрологию. Мы работаем с солнечной системой, с объектами солнечной системы. И солнечная система очень похожа на клетку. Ну, та самая клетка, в которой есть ядро, цитоплазма, мембрана, живая клетка. Также и Земля наша тоже похожа на клетку, живую клетку, где есть ядро, где есть цитоплазма и где есть мембрана. Роль мембраны выполняет магнитосфера, а ядро, понятно, то же самое ядро. А в солнечной системе солнце выполняет роль ядра. То есть астрологи это знают и используют планеты именно по вот такому признаку. Группа планет, которые возле солнца. Ну, я таким простым языком попытаюсь объяснить, чтобы всем было понятно. И есть дальние планеты, которые выполняют роль мембраны. А вообще мембрана в клетке это мозг. То есть у клетки тоже есть мозг. У планеты Земля тоже есть мозг. Это магнитосфера. И у солнечной системы тоже есть мозг. Это дальние планеты. Это пояс астероидов, которые находятся далеко-далеко. И этот мозг получает сигналы из центральной нервной системы. То есть вы понимаете, о чем я говорю? О человеке. У человека тоже есть ядро. Это его сердце. И тоже есть мозг. И всеми процессами, которыми мы руководим в своей жизни, управляются эти процессы центральной нервной системой. Точно так и солнечная система управляется высшим разумом. То есть бегут нейроны и задают определенную программу. И этой программой следуем мы. А вот как бы к сведению хочу сказать, что нейроны, центральная нервная система может даже переписать код ДНК. Это о чудесных исцелениях, которые происходят. Вот человек всю жизнь имел какое-то заболевание, и потом раз, и оно исчезло и больше не возвращается. То есть мы должны захотеть. Мы должны сделать что-то. И тогда... Василина, у меня к вам вопрос по ходу дела. Вы сказали о том, что была болезнь, потом она куда-то пропала. Вы имеете в виду, она исчезла, потому что человек пошел на лечение, медицинское, не медицинское, какое-то другое, альтернативное. Или он просто стал молиться, или стал, ну не знаю, как-то вот просить Вселенную о том, чтобы его вылечили. Ну, медицинское, это смешно на самом деле. Всего лишь 5% наверное зависит от продолжительности жизни и излечения от медицинского учреждения. Именно образ, которому нужно молиться, в первую очередь, это образ мысли. И второй образ, это образ жизни. То есть, наверное, не всем это удается объяснить, но религия, скажем так, поддерживает человека и показывает, как нужно себя вести, какой нужно образ иметь, мысли, какой образ жизни вести. Вы знаете, я вас на секундочку прерву и хочу привести один пример. Я читал когда-то у Сергея Лазарева, Сергей Николаевич Лазарев, многие, наверное, читали, это диагностика кармы, где он описывал случай, который с ним конкретно произошел. Он приехал отдыхать в Сочи, а в Сочи находилась здравница, так скажем, членов правительства бывшего Советского Союза, и там собрались огромное количество самых светил, самых главных врачей, так скажем, Советского Союза. И среди них был его брат, Сергей Лазарева. И вот как-то, а он до этого описывает, что было много людей к нему, приходили на консультации и действительно огромные залы собирались. И он стал концентрироваться после этого не на том, чтобы, вот так скажем, давать людям благо, добро, объяснять, лечить их каким-то образом. Он стал концентрироваться на материальных вещах. Он описывает, почему это все произошло, так сказать, предыстория. И вот в какой-то момент, он это потом понял, в какой-то момент он после пляжа там что-то пришел домой, и посмотрел у него, ну, где-то на теле какое-то пятнышко темное. Поскольку, естественно, он был хоть и не медицинским врачом, но он был, разбирался в этих вещах. Он обратился к своему брату. Брат взял анализы, гистологию там сделали. И, короче говоря, брат ему сказал, дорогой мой, у тебя меланома. И он спрашивает у него, это шансы есть? Он говорит, нету или мало совсем. Ну, сказать нету нельзя. И тогда Лазарев, поскольку он как раз-таки этому всему обучал людей, он понял о том, что тело-то уже не спасти, а спасать надо душу. И он вот оставшееся время перед своим отъездом в Санкт-Петербург, бывший Ленинград, где он там проживал, он посвятил тому, что он стал молиться и очищать свою душу. И вот он приехал обратно с результатами этих анализов гистологических и пошел в онкодиспансер и отдал туда эти же анализы. И каково было его удивление, когда он вернулся за результатами этих анализов, и ему сказали, вот вам анализы, все, с вами все в порядке. Он говорит, как в порядке? И ничего нету, вот меланома мне стали говорить. Я не знаю, кто вам стал меланому, причем все там был консилиум собрали, это же не просто, это был все-таки человек достаточно известный, и поэтому не только его мнение было, это было мнение всех врачей, которые светил, будем говорить так, и они все выставили однозначный диагноз меланома, причем последняя, ну, четвертая степень. А там вдруг ни с того ни с сего сказали о том, что у него все в порядке. И еще раз взяли там куда-то третий, взяли мнение, третий был вариант этих анализов, и выяснилось о том, что таки да, у него ничего нету. Это именно подтверждает то, что человек, в общем-то, в силе, ну, обратить вспять необратимые, как бы, процессы, которые считаются, или болезни, которые считаются неизлечимые в нашем западном мире с нашими западными врачами. Да, все верно. Но я хочу сказать, что не только люди, которые ходят в церковь, могут исцелиться. Человек праведный, который ведет здоровый образ жизни и имеет здоровые мысли, то, конечно, тоже может исцелиться. Главное, захотеть. Помните, что центральная нервная система может переписать даже код ДНК. Это значит, что, если привести в пример теорию Дарвина, что не человек произошел от обезьяны, а обезьяна захотела и стала человеком. То есть, именно так. Нужно захотеть и нужно подключить к этому хочу действие. Помогает в этом, конечно, церковь, помогает религия, помогает вера, помогает вот просто пойти и помолиться. Ну вот, какая-то психологическая поддержка, да, там есть. И не только это. Между прочим, именно в православной религии все посты и праздники соответствуют интересным астрологическим аспектам, которые говорят именно об исцелениях, либо о том, что нужно ограничить себя, например, пост завтрашнего дня, который начинается. Вот все это отражено именно в православных праздниках и в православных постах. Хотелось бы вот как-то сотрудничать с церковью. Может быть, мы могли бы чем-то друг другу помочь, а вместо этого мы враждуем. Да, мы же знаем, церкви заключались, да, отлучали от церкви. Некоторые сжигали на костре, как вы помните. Ну вот, да. И предрассудков сейчас хватает. И сейчас действительно хватает. Астрологам приходится довольно часто сталкиваться с подобными предрассудками. Не буду рассказывать случаи своей жизни, потому что начинается пост, нужно себя ограничивать. И эти ограничения обоснованы. В том числе и с точки зрения астролога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok